Здравствуйте, дорогие любители восточных шахмат! По многочисленным просьбам подписчиков моего канала, я начинаю знакомить вас с азами дебютов Сянцы. В начальной позиции и у красных, и у черных есть 44 хода. Ввиду полной симметрии относительно центральной линии, 21 ход имеет свое полное зеркальное отражение, поэтому оригинальных ходов изначальной позиции на самом деле 23. Правилами не регламентировано, какой симметричный ход вы будете делать. Например, можно пойти в центр правой пушкой, а можно это сделать и левой пушкой. Хотя по традиции чаще всего ходят правой. Также гораздо чаще игроки начинают партию левой пешкой, чем правой пешкой. Чаще начинают правым слоном, чем левым слоном. И все пушечные ходы в основном делаются правой пушкой. Короткая пушка. Длинная пушка. Ну или же вообще коридорная пушка. Есть и такой дебют. Партию в Сянцы, особенно на любительском уровне, можно начинать практически любым ходом. Только не надо ходить центральной пешкой, потому что черные ее сразу перехватят. Также не следует ходить королем. Это очень плохой ход, так как королю придется вернуться назад и потерять два темпа. Также не делайте ударного хода на первом ходу, потому что, во-первых, пушка чуть-чуть сильнее коня в дебютной стадии. В метальшпиле они уравниваются, а в эндшпиле иногда лучше становится даже конь. А во-вторых, черные сразу побьют пушку и разовьют свою ладью. То есть будут иметь несомненный перевес. Основными дебютами по мере убывания популярности являются Центральная пушка Дебют Ангельской пешки Дебют Летающего слона И дебют Коня Также к ним примыкают очень популярные Даже среди профессионалов дебют длинной пушки И дебют короткой пушки Вот, пожалуй, эти дебюты являются самыми играбельными, эти шесть дебютов Также иногда можно встретить такие дебюты, как коридорная пушка Или дебют краевого коня Также в профессиональных турнирах вы можете иногда увидеть дебют краевой пушки Или дебют советника Некоторые любители любят играть речную пушку Интересный ловушечный вариант А иногда даже ладейный гамбит первым ходом Это тоже ловушечный дебют, который не гарантирует красным даже равенство при правильной игре сторон Иногда можно увидеть и краевого слона Но это такой достаточно шуточный дебют Дебют слонов бабочек Два слона идут на край Ну, потом Кони идут в слоноглазную позицию или в подмышки Получается такая крепость с забавной игрой Но так делают, чтобы поразвлечься Также есть милый и достаточно неплохо разработанный дебют однорогого монстра Если пешка ходит по первой вертикали Или Его еще называют Дебют девятихвостой черепахи Если пешка ходит по Девятой вертикали Дебют обеспечивает красным равенство То есть не обеспечивает перевеса Преимущество первого хода Но в нем заложен ряд Достаточно интересных идей Все первые ходы в сянцы классифицируются на жесткие и мягкие Жестким дебютом является единственный дебют Это дебют центральной пушки Он же самый древний и самый популярный дебют китайских шахмат Так начинается большая часть партии в китайские шахматы И на любительском и наверное на профессиональном уровне тоже В самой полной базе партий Которая у меня есть под рукой Примерно на сто десять тысяч партий Пятьдесят шесть тысяч Начинаются именно этим ходом То есть более пятидесяти процентов Один хорошо знакомый мне игрок Сёги Кстати, игрок очень сильный Сказал, что сянцы его несколько разочаровывают Тем, что почти все партии Начинаются одним ходом То есть даже в начальной позиции У игрока не очень-то большой выбор Но это не совсем так Как вы видите, не все, а где-то половина Половина с хвостиком Ну а во-вторых Самые сильные игроки в сянцы в мире Предпочитают другие ходы Например, первый рейтинг Мирового рейтинга Листа Ван Тяньи Большинство своих партий Начинает дебютом летающего слона А номер два Мировой табель о рангах Жен Вейтон В основном начинает Свои партии Ходом пешки Также я сталкивался и с другими Примерами критического Отношения игроков В европейские Или международные шахматы По отношению к китайским шахматам В частности, дебютной стадии игры Мой хороший друг из Мурманска Показал сянцы своему знакомому шахматисту И тот сказал, что начальная позиция в сянцы Какая-то дырявая То есть его смутил тот факт, что не на каждой вертикали стоят пешки Более четко данную претензию сформулировал Один из сильнейших российских игроков в Сёге Который также пробовал себя И в китайских шахматах Он сказал, что игра в сянцы не интуитивная Потому что ладья Именно благодаря вот этим дыркам В начальной позиции Быстро проникает в лагерь соперника И совсем непонятно, что с ней делать А вот мы и разберем в самом первом уроке Что же делать с ладьей соперника На примере самого популярного Дебютного варианта Китайских шахмат Итак Самый популярный первый ход Единственный жесткий дебют Он называется жестким Потому что пушка сразу Атакует естественную слабость Позиции черных Центральную пешку К тому же на центральной линии стоит король соперника Поэтому эта атака Очень целенаправленная И жесткая Остальные дебюты Реализуют идею атаки Более тонко Или с позиции защиты Или создавая какие-то Другие косвенные угрозы Или перенося центр тяжести Борьбы на миттель шпиль И теперь черные не могут Не реагировать на ход красных Если они сделают какой-нибудь Бестолковый ход То красные Собьют центральную пешку И образуют открытую пушку Сразу скажу Что потеря пешки И в дебюте В китайских шахматах Не так уж страшна Зачастую Гораздо страшнее Потеря темпа То есть здесь Не просто теряется пешка Это мелочи Здесь образуется Открытая пушка А так как Образуется открытая пушка То создаются угрозы королю Черные вполне могут получить Детский мат Если продолжат Играть беспечно Это мат Но даже при правильной игре И черным будет Очень тяжело Уже с самого дебюта Поэтому они должны защищаться От угрозы создания Открытой пушки Во-первых Можно защитить пешку Самый популярный ход Это ход левым конем черных Во-вторых Можно защититься И правым конем В-третьих Можно применить Старейшую защиту Это параллельно Пушечная защита В-четвертых Можно сыграть Противоположную Пушечную защиту В-пятых Можно перекрыть Центральную линию Центральную линию Слоном Правым слоном Или что чуть хуже Левым слоном Хуже с точки зрения Компьютера Также можно применить Совсем редкие Ходы Но они Тоже играбельные Особенно на любительском уровне Перекрыть линию Правым советником Или Левым советником Черных Обычно Эти ходы Не рекомендуются Потому что Вначале Надо развивать Атакующие Старшие фигуры А потом Защитные Ходы пешками И защитными фигурами Определяют форму Сво Собственной Позиции Поэтому Сопернику Будет легче Подобрать Соответствующую Атаку Когда мы Раскрыли Уже Играемую Форму Также Можно Защитить Центральную Пешку Правой Пушкой Или Левой Пушкой Это Играбельные Ходы Но очень редкие Потому что Черные Соглашаются Получить Большой Минус На любительском Уровне Совсем Непросто Доказать Что у них есть Плюс Итак Самый Популярный Ход Это Ход Конем В ответ На него Красные Как правило Развивают Своего Правого Коня Самый Популярный Ход Ладьей И Соответственно Аналогичный Ход За Красных Есть Пословица В санцы Что если ты не развил Ладью Третьим ходом То ты уже проиграл Это пословица Не указывает на истину В последней инстанции А говорит о том Что Ладью надо развивать В санцы Очень быстро И в первую очередь Конечно Исключений из этого Правила Масса Тем не менее В отличии от шахмат Мы стараемся Ввести нашу ладью Как можно скорее В бой И вот Есть первый способ Чтобы не допустить Ладью На свою территорию Называется он Пушечный Поршень Черные Могут Сейчас его Применить Вот он То есть с ладьей Можно сражаться Еще тогда Когда она Не перешла реку В данном Случае Это не смертельный Для красных Ход Потому что у них Есть Освобождающий Маневр И следующим Ходом Они могут Скокнуть Конем На берег реки С угрозой Продвижения Пешки И нападения На Подвешенную Пушку Соперника Тем не менее Такой порядок Ходов Для черных Не является Запрещенным И мало того Это дебют Который называется Отложенная Противоположная Пушечная Защита Однако В этой Позиции Черные Могут сыграть Даже Сильнее Продвинуть Пешку Это всегда Очень важный Ход Потому что Пешка Разблокирует Собственного Коня Теперь Он может Подключиться К игре Прыгнув При случае В центр И в то же Время Эта Пешка Блокирует Красную Пешку И красного Коня И вот В этой Позиции Красным Уже следует Опасаться Пушечного Поршня Потому что Если они Сыграют Вяло То Пушечный Поршень Блокирует Весь Правый Фланг Красных Теперь Нет Освобождающего Хода Пешкой Потому что Черные Просто Ее съедают К тому же При случае Черные Будут Угрожать Пушечным Отпрыгиванием Поэтому Красным В данной Дебютной Системе Придется Один Темп На то Чтобы Поднять Советника И укрепить Центральную Линию Поэтому Осознавая Данную Позиционную Угрозу Красные Как правило Поднимают Свою Ладью На пешечный Ряд Соперника И избегают Пушечного Поршня С блокадой Теперь Черные Могут Укрепить Центр Подняв Правого Коня И Такая Структура Называется Коневой Экран Когда Два Коня Выходят Центральную Пешку Эта Защита Считается Очень Прочной И является Главным Средством Борьбы Черных Против Центральной Пушки Красных Здесь Красные Стоят На развилке Они могут Начать Стремительную Атаку По центральной Линии Такая Структура В центре Называется Связанные Кони Красные Рассчитывают На Атаку По центру Используя Активное Положение Своей Ладьи Так же Есть другая Более популярная Возможность Перейти В старые Добрые Схемы С продвижением Красной Пешки По седьмой Линии Мы Достигли Пожалуй Самой Популярной Дебютной Позиции В китайских Шахматах Теперь Черных Есть Много Ходов Основным Из которых Является Вариант Ход Пушки На край Для Размена Ладьи То Позиция Будет Более Менее Равная Более Если Вы Играете Против Сильного Соперника Вы Можете Поступиться Дебютным Преимуществом Но Упростить Позицию Что касается Профессионалов Они Предпочитают Более Сложный Ход За Дебютное Преимущество Мы Видим Что Красная Ладья Вторглась В Пешечный Ряд Соперника И Причиняет Черным Неудобство И Здесь Есть Типичный Для Китайских Шахмат Технический Прием Заныривание Пушки Пушка Как бы Заныривает Под своего Коня Прогоняет Ладью И Впоследствии Развивает Активность По Локтевой Линии К тому же Освобождает Коня Принять Участие В наступлении Теперь У Красных Есть Несколько Атакующих Систем Основной Из которых Является Следующая Начинающаяся С Хода Левого Коня И Теперь Еще один Защитный Прием Черных Который Показывает Как бороться С Ладьей Соперника Это Ход Правым Советником Гораздо Лучше Чем Ход Левым Советником Дело в том Что Правая Ладья Черных Не Развита Если Мы Поднимем Левого Советника Мы Развить Ладью На Ребро Вот В этом Разница Очень Существенная Самый Популярный Вариант В этой Позиции Следующий Теперь Мы Прогоняем Ладью И Черный Активизирует Своего Коня Сейчас Грозит Продвижение Черной Пешки По Локтевой Линии С Атакой На Красную Ладью Ладья Надо Куда-то Деться Она Не Может Сохраниться На Пешечном Ряде Черных Если Ладья Будет Настаивать На Продолжение Вторжения То Черные Могут Форсировать Повторение Ходов Для Черных Ничья Это Неплохой Результат Но По Тем же Китайским Правилам Применяемым В профессиональных Китайских Турнирах Красные Не могут Повторять Позицию До 25 Хода Поэтому Здесь Они Будут Вынуждены Изменить Ход По Международным Правилам Если Красные Суровую Атаку На Правого Коня Красных Теперь У Черных Позиция Близка К Выигранной Обычно В этой Позиции Красные Вторгаются На Горловой Ряд Черных Но Благодаря Ходу Советникам Черные Легко Изгоняют Красную Ладью Ну и Она Вынуждена Куда-нибудь Отступать Однако Чаще всего Игра Продолжается Следующим Образом Красные Бьют Пешку Шахом Происходит Размен Черные Черные Бьют Пешку Пушкой Нападая На слона Соперника Красные Отражают Угрозу И Черная Пешка Пересекает Реку Данная Позиция Обещает Сложную Бескомпромиссную Борьбу С Примерно Равными Шансами Черные Близки К тому Чтобы Сформировать Фланговое Трио На своем Левом Фланге В то же время Правый Фланг Подвергается Серьезному Давлению Со стороны Красных Их Правая Пушка Связана Красные Фигуры Сконцентрированы На левом Фланге Надеюсь Вам понравился Первый Урок Оставляйте В комментариях Свои Пожелания На какие Темы Вы бы хотели Увидеть Следующее Видео Посвященное Дебютной Тематике На сегодня Все До свидания